так и вот давайте немножко поясним про острову терапию значит это есть такой иньяни значок вы знаете да он символично обозначает дуализм мира в котором мы живем тоже на логотипе да тигр борется с драконом это как бы символично обозначает борьбу лекаря с болезнью темная против белого и в каждом из них нас находится частичка друг друга до отражения с другой стороны это рисунок на плоскости другой стороны это как бы говорят отражение глобального мироздания вселенной до в одной частички и также наоборот и частички в крупном по этой схеме наверх они захочены по грифмической спирали это отдельная тема они развиваются все что у нас движется торнадо смерч галактика линия галактики спираль галактики женщина с длинными волосами махнули брызги пойдут именно лететь вот это линия взлетаться также формируются узоры в семечках у которых подсолнухи до у шишки в ананаса ракушка закручивается так и все по этой системе получится одни значков и не я и вся вселенная она получается как бы крутится два вихряду в одну сторону другой в другую сторону вот это опять же рисунок на плоскости да но если это замкнуть вот так вот получается тор торта знаете что такое да это на бомбе грубо говоря есть часть понятно да бублик этот бублик он может но если внутри диаметр соответственно формирующего вихря да и относительно оси внешний радиус радиус может быть любой он может расширяться и сужаться да если он сужается практически равен нулю то так получается фигура яблока яблоко это значит один вихрь в него входит по правилу буравчика сюда входящий выходящий отсюда выходящий их идет до на расширение тут на сужение вот так сформировано на самом деле вся вселенная то есть откуда-то энергия входит внутри формируется все пространство вместе со звездами галактиками все что там есть парке и проще да и заводственно выходит энергия также формируется черная дыра до или галактика то есть осмотреть с этой стороны да то будет галактика своими вот этими осями в котором центре черная дыра почему потому что туда притягиваются в центр да и там максимальная плотность в которую даже оттуда свет не исходит до настолько большая плотность ну через черный почитать сюда входит все и звезды туда влетают и целые галактики туда влетают но куда они улетают они же не исчезают в пространстве значит есть с другой стороны выход называется белый белый фонтан с одной стороны в черную дыру влетела с другой стороны белый фонтан все вылетело вылетело и опять формируется новая вселенная опять закручиваются какие-то там пылевые облака формирующие звезды формирующие планеты и так далее да все прошло по циклу таким образом бог поздравил сам себя все начинают как бы дробиться стыковаться а как познать себя не пощупав например в человеческом плане например да ты не узнаешь что у тебя есть ухо пока ты его там не нащупаешь то и так далее за счет вот этих столкновений чем больше их миллиарды миллионов биллионов и так далее вселенная познать сама себя и так же происходит и внутри человека то есть это формула человека вот он и зиму шаров том числе земной шар также находится земной шар до из него исходят это магнитной линии которые защищают от потоков солнечной радиации солнечной энергии потому что если бы их не было то земной шар был испепеленный это было бы сожженная планета а также жизнь они гораздо больше диаметр земного шара я не знаю во сколько нам в 500 тысяч раз больше эти линии да они защищают от летящих комет мимо и они дают поляризацию определенную данному говоря тут плюс минус человек также вписан в пространство плюс минус вот если человек сидит пусть лотоса но не там стоит человечек да вокруг него есть такое же яблоко с одной стороны как бы вход с другой стороны выход хотя работает и туда и сюда которым идет энергия кундалиния этой энергии мы можем бесконечно себе наполнять бесконечно вращать вокруг себя да это божественная энергия которая единственная нам дана для реализации здесь и для созидательной деятельности мы создать всегда мы также создаем лечим производим что-то да обладает энергии если мы раскручиваем себе этот кокон до если мы работаем плюс-минус это условно да мы работаем то мы становимся полноценной личностью гармоничный мало то что гармоничный то к нам притягивается все благое и это энергетика мы можем лечить людей на этом основано лечение иисуса когда он без контакта там лечил да рейки основана на этом да вот так много чего на этом основано и с другой стороны поляризованы к земному шару и соответственно от него тоже получаем энергию взаимосвязь землю езда также и взаимосвязь с микрочастицей бога и с всем космосом весь космос также сформирован микрочастицей бога сейчас этом бозоном называют еще как-то называют дело в том что расстояние между клетками нашими да и между атомами она гораздо больше чем материя которые могут щупать да получается 10 процентов только полголовы закрасить 10 процентов шапочку на сюда это всего лишь наша наши клетки до наш объем физический а все остальное это пустота сюда которая делится на какой-то энергии и вот эта энергия она взаимосвязи между этими частичками настраивать так что у них они как по закону колонна да и не растянулись это энергия на как резиночки так вот это все натягивают между собой говорят что вот эти резиночки не их формируют как раз позон хикса на самом деле кроме бозона много микрочастиц вот это один основополагающий из них соответственно когда это что-то держит да то мы наше сознание можем управлять этими резиночками да фактически мы можем ревитировать да то есть отменить гравитацию до отменить вес тела можем если тела не существует когда мы в это состояние перейдем ума до сознание точнее то мы начинаем убрать пространством мы начинаем с человеком такое творить что волшебство происходит да мы можем предмета создавать или формировать из воздуха практически можем проходить сквозь стены мы можем в параллельно пространствуете мы можем мгновенно там перелететь на другую планету например да другой солнечной системе как это мы на практике используем это вот отдельная тема но тут надо понимать что опять же я это не наше тело который мы щупаем да я вот я нарисовал этого здесь я это наш дух на котором мы связаны с божественным телу это села это скафандр который мы находимся между ними есть еще душа душа в переводе с греческого это психическая энергия психическая энергия распространяется по телу через нейронные связи да то есть это нейроны получается нейронными связями нейронные связи управляют телом дух управляют душой а наоборот тело получается везет душу а душа везет дух в этом мире здесь проявленном мире когда мы начнем понимать тогда мы начнем духом так на силовое действие что сами себе зачем любые болезни да сами док себе ну и другим зачем любые болезни влияют даже на пространство на временно пространство континуум даже можем повлиять но это уже как бы нехто читать сказки да никто считает слишком ты там куда-то в эзотерику улетел но по факту когда начнете к этому приближаться да вот и на эту тему хочу книгу написать то потихонечку вы начнете понимать как формировать вокруг себя жизнь в социальном плане духовном плане в материальном плане в ментальном плане потому что ментал это наш разум да он также нет ловушки ловушки замки блоки которые дают нам развиваться если мы все настроим то будем счастливы сейчас вам уважаемые дамы и господа с вами был олег алабудвин даю 5